Особое мнение Меня можно спрашивать О количестве листьев На пальмах Фиджи Нет, мы не про пальмы Фиджи И мы даже не про голы И даже не про Как таковой проигрыш Канадцам сегодня Вчерашний вернее А про то, что Во-первых, вчера Как теперь уже официально подтверждено Когда закончился этот матч Со счетом очень-очень провального Это тоже, чувствую, волнует Слушайте Хоккеисты ушли Российские, не дождавшись канадского гимна Вот они просто вот так вот взяли И как-то ушли Там стоят все Это не предел Потому что еще в таких случаях Можно написать налет И это было бы гораздо более жестким Проявлением несогласия Со счетом Если никто налет не писал Сегодня не приехал встречать В аэропорт сборную России Которая хоть и проиграла канадцам Но все равно выиграла серебро На этом матче Но все равно они старались Вот у меня вопрос к вам Знаете, какой? Не про хоккей, конечно А можно ли считать, что Вот это признак наступившего Необратимого и окончательного Социального регресса В котором вы оказались? Нет Нет Нельзя считать Потому что Ну, во-первых Такое вот Шовинистическое хамство Оно сейчас Стало трендом И оно недолго будет модным Недолго Потому что для него нет никаких Серьезных оснований И под него не подложить Каких-то реальных свершений Да, вот, например Тем же самым парадом Девятого мая Да, вот Почему я вполне понимаю Людей, которые считают Весь этот праздник В общем пустышкой Не в обидном Не в оскорбительном Смысле этого слова Потому что Ведь, грубо говоря Для чего существуют Такие мероприятия Это же примерно Как боевые тайницы Рокесов Или осенебойнов Это раскрашенные лица Это демонстрация Томагавков Это Позами И телодвижениями Рассказ о том Как остры наконечники И сколько бизонов Будет убито Сколько скальпов Будет снят Мы-то знаем Что нифига Они убить не могут И скальпы снять не могут И даже когда там Военный вождь Осенебойнов Он там может произвести Какие-то дикарские действия Там Порвать волоски бизона Съесть Ухо койота Или перекреститься Или какой-нибудь Такой же дикарский ритуал Произвести Ну а где бизон Где койоты И вот когда Нету Понятно что нету И когда там Вот ваш интернет Пишет про то Что Бизнес Инсидер Поставил Армию России На второе место В мире Но тогда по логике вещей На первом Должна находиться Армия Чечни Вернее не армия А то ополчение Которое в свое время Разгромил Эту русскую армию С ее лампасами Генералами И другой Атрибутикой Да Поэтому Вот это все Это все проходящее И Мы очень быстро Опомнимся Ведь Русские Все-таки Судя по тем успехам Которым удавалось Делать в науке Прежде всего Судя по тому Что все-таки У этого народа Был Иван Петрович Павлов Они же все-таки Чертовски умные И они быстро Сообразят Что вот этот Весь Вот это все Выпендривание Вот эта вся Примитивная Распальцовка Как А Налет не писали Но ушли Да Да Это Под это Ну Под это очень сложно Подвести Какие-то серьезные основания О Чечне Кстати И чтобы не выглядеть Смешными Да Чтобы не выглядеть Смешными Мы снова станем Воспитанными Ну Или не станем Хорошо О Чечне И тут Давайте вот Поговорим О сморченных Женщинах Сморченные Женщины Сморченные Женщины Сморченные Женщины Астахова Да Вот он Все Вот это вот Тут империя У нас решила Нанести ответный удар Так Государственная дума Теперь Ну по крайней мере В недрах Государственной думы Рассматривается Предложение Вести ответственность За многоженство И вот все такое Ну Они готовы Вести ответственность За многоженство До тех пор Пока Рамзан В их сторону Не пошевелил Шестнадцатым Волоском Своей брови Да Как только Это произойдет Мы увидим Что реакция Будет такой же Как у Борца За нравственность Милоновой Или у Астахова Который сразу Стал подсчитывать Смурченность Нет Я думаю Что вообще Следующую думу Конечно Надо будет Не избирать У кого? У Милонова У Милонов Ничего не 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 Он там Сперва Попытался Попытался Надуться И побуйничать Потом Как-то Воздух Быстро вышел И там Все затихло Да Все затихло Нет Следующую думу Конечно Надо будет Не избирать А призывать Потому что понятно Что Нет Ну что Был прекрасный опыт Со всякими Рюриками Синевосами Труборами Что бы Собственно говоря Не повторить В полном составе Надо будет призвать Из Европы Следующую думу И пусть она тогда И с Чечнёй Вообще Я тебе могу сказать Какой-то Что у нас Не то что Не запретят Многоженство И ответственность За него не введут А ещё наоборот Введут Многоженство И скажут Вот у нас Есть передовой Опыт Кавказских Республик Ты знаешь Мне вообще История представляется В высшей степени Искусственной Потому что Вот когда я Сказал про Пустышку Парада Вот пустышка Это сейчас Из обессилевшего Младенческого Рота выпало Да А что дальше Нужно же Каким-то образом Развлекать Публику И в качестве Развлечения Я уверена Что этот рот Из которого Пустышка Он именно Младенческий Ну Давай пока Примем эту версию Как рабочую И вообще История В высшей степени Искусственная Потому что Если заглянуть Заглянуть Например Там даже Не в 18 Даже не в начало 19 века Где педофилия Вообще была норма И два Очень известных Работорговца Одного фамилия Пушкин была Другого фамилия Суворов Они там писали Своим управляющим Что надо было бы Прикупить девок Лет по 14 На физиономию Не гляди Главное Чтобы поздоровее Были Потому что Уже пора Дворовых местных Выдавать замуж Даже не берем Даже не берем Вот этих вот Нас слушают дети Вот сейчас Да конечно Я предельно Аккуратен Подожди Подожди Успокойся Никакого Не все Там абсолютно Благопристойная История Подожди Подожди Он тогда Он тогда Нацелился На 13 На 13-летнюю Дочку Бекетова Но там Что-то не выгорело И он женился Значит на другой Гражданке Постарше А вторую Свою жену По-моему Олю Белокопытову Причем Там такая операция Была Или чем проделана Он выяснил Что у него Этажом выше Проживают Две гимназистки И он Зашел Через одного Из своих учеников Который у них В гимназии Преподавал зоологию Выяснил Всякие интересы Этих девочек И предложил Преподавать Им Интересующий Их предмет И в результате В результате Это был Очень крепкий Один из самых Крепких В русской науке Браков Соли Белокопытовой Будущей Мечниковой И если ты Почитаешь Переписку Когда она уже Стала вполне Взрослой девушкой С Ильей Ильичем Ты увидишь Там действительно Удивительная Крепкость отношений То есть здесь Никакого Бесстыдства нет Надо понимать Что вот все Эти брачные возрасты Делают в законе Мы говорим Не о том Что например Этой девушке В Чечне О которой И о желаниях Которой И о намерении Которой Вступить в брак Нам доподлинно Ничего неизвестно Мы говорим Мы говорим о том Что вот люди Сомневаются Является ли она Законной Второй женой Например Для этого Весьма Как я Тоже совершенно Уверена Достойного человека Люди же про это Говорят в первую очередь Не то что у них Там какая-то Безумная разница В возрасте Да мало ли Бывает 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 Нет Я к тебе Вот Тут же вот Государственная Дума Не случайно Совершенно Говорит Про многоженство Ну Государственная Дума Сдуется Сдуется Я говорю От одного Косового взгляда Поэтому Не рассчитывайте На нее А Многоженство Вполне Нормативная Вещь Для Очень многих Религий Как я уже говорил Спустили религии Черпите И все Что с ними Связано Это Порочная Вещь По сути Многоженство Глубоко Порочная И Разрушительная Как ни странно Для общества Почему она Такая Порочная И Разрушительная Потому Что Очень Многие Мужчины Сказали бы Что на самом деле Положата руку на сердце Очень позитивная И Как все Все правильно Они были бы правы Как все порочное Это очень позитивная И созидательная Но Европейская Цивилизация От этой модели Взаимоотношений Между людьми Отказалась И не по причинам Христианских Убеждений Под христианских Убеждений Там 16-18 века Можно было Подверстать Любое Многоженство Без всяких проблем Можно Даже В принципе Узаконить Браки Между Отцами И дочерями По примеру Лота Который Как известно Успешно Совокуплялся С дочками И до сих пор Существует Как один Из героев Библии Но Европейская Цивилизация Поняла Что это В общем Что это Порождает Тот набор Конфликтов И Юридических Правовых И смысловых Казусов Те проблемы Наследования Которые Очень быстро Очень быстро Начинают Расшатывать Любое Кажущееся Крепковатым Или даже Реально Крепкое Общество Поэтому От этого Отказались Просто От чего-то Лишнего То есть По практическим Соображениям А у них Все очень А только По практическим Соображениям И можно Выстраивать Какие-то Общественные Конструкции А где-то Наоборот Не отказались По тем же Практическим Соображениям Нет Я думаю Что там Где Главенство Религии Где Главенство Эмоций Главенство Хочу Вот там Вот не Отказались Но и они Тоже будут приведены Усилиями Глобалистов Я надеюсь Купким Знаменателем Но про Сморщенных Женщина Стахова Согласитесь Это было круто Он там потом Как-то извинялся За это Ну уже Лучше бы Лучше бы даже Уже не извинялся Потому что я думал Что Сморщенность Сморщенность Ну он вообще Как бы такой Рекордный Конечно По Балбеситости Персонаж Он даже Превосходит Мединского Казалось Что Главный Коверный Главный Коверный Это симпатичный Но не разу Кемединский Но его Переплюнул Сейчас Сейчас Его опережать На полной Аздре Астахов А Кремль Вероятно Этим клоунами Просто забавляется Потому что Понимает Что Действительно Россия Очень живая Страна И ей Постоянно Нужна Какая-то Забава Ей Обязательно Нужно Среди Высоких Лиц Несколько Несколько Клоунов Которые Будут Склоняться И над которыми Можно Я вот кстати Очень Сочувствую Есть Очень хороший Питерский Режиссер И продюсер Демесхиев Чудесный И вот он Зачем-то Взялся Экранизировать Мединского Какую-то книжку Причем Понятно Что единственное Достоинство Этой книжки В том Что ее написал Министр культуры Но его же Довольно Скоро снимут К сожалению А у меня знаешь Был один Приятель Какую книжку Экранизировать Да какая-то Какая-то У него это Очередная Какая-то Вот это Про то что Это очень Высокохудожественно Да ладно Ладно Хорошо Глубокое Произведение Александр Вы не понимаете Слушай Сейчас же Я понимаю Что у вас Нет обратной Видеосвязи Со зрителем Поэтому ты не увидела Как половину Ваших Слушателей Вырвало Ты этим пользуешься Нет Я про другое Я про бедолагу Месхиева Потому что У меня был Один приятель В Питере Чудесный человек Производитель Железных дверей Он делал Великолепные Железные двери Это было в 90-е Когда это было Еще таким хитом И он очень любил Дружить со Всякими большими Знаменитыми Милиционерами И особенно Со свеженазначенными И вот Когда кого-нибудь Назначали На какой-нибудь Соответственный ГУВДшный пост Мой приятель Не будем называть Он обязательно Ставил дверь На халяву В подарок Ставил металлическую дверь Свеженазначенному Да Свеженазначенному Сияющему Новыми звездами Генерал Но когда Генералы снимали А это случалось Часто И он начинал Он уже Бесперсональной Машиной Возвращался домой Он поднимаясь По лестнице Слышал грохот И видел Рабочих Которые Срезали у него Эту железную дверь И несли Следующему Генералу Вот Бедные Бедные Медзиев Который Когда снимут Мединского Будет вынужден Свернуть Производство Шедевра Вот здесь Как-то за него Обидно Черт Давайте мы Продолжим Историческую Тему Близкую Господину Мединскому Но тут уже Совсем Не о нем Речь А вот это Продолжение Истории Про Родительское Всероссийское Сопротивление Это Такая Кургиняновская Такая Организация Которая Некоторое время Назад Крошка Цахис Жив Какая Милая Новость Ничего не знаю Ничего не знаю Про Жив И вообще Про все Про это Знаю Про Стенгазету Которую Распространяли В том числе В Петербурге Где мы Находимся И уже Мы обсуждали Как-то В наших эфирах Эту тему Потому что Там была Такая газета Под названием Шаги истории Там История Для школьников С картинками И многие Родители Заподозрили Что Это Стенгазета Реабилитирует Сталина Там Очень Политизированная Как-то В общем Выходит За рамки Простого Рассказа Об исторических Сюжетах И вот Теперь Родители Дошли До Петербургского Парламента Законодательного Собрания Где будут Обсуждать Собственно Эту газету И реабилитацию Сталина Или ее Отсутствие Короче говоря Как вы правильно Написали Недавно В вашей Снобовской Колонке Опять Усатый Откопался В очередной раз Да Но он Я и объяснил Почему он Откопался И сделал Это в общем Достаточно Подробно И С удивлением Выяснилось Что оказывается Я был Понят Когда Это писал Судя по всем Этим Рейтингам И всему остальному Нет Но Что касается Усатого То Тут еще Забавнее Забавнее Причем По всем Статьям Потому что Эпидемия Усиливается Но Насколько я знаю Даже существует Какой-то Шаманский Каббалистический Важный Документ Который Сконцентрировал В себе Все эмоции По этому По-моему Кстати Оль Подожди Ты мне о нем И говорила Да Я с таким Умным видом Завожу Вот Подхожу Да Ты же мне о нем И рассказала В кустах Стоял Рояль И играл Да Мы конечно же Говорим Об этом Замечательном Тексте Александра Андреевича Проханова О да Под названием Мистический Сталинизм Да Это Прекрасно Но тут Масса Между прочим Положений С которыми Нет Мне запомнилось Что Сталин Это расцветающий Бутон Сталин Пишет Проханов Это Бутон Который Расцветая С годами Обнаруживает Бесчисленное Количество Лепестков Так он же Прав Александр Нет Он еще Пишет Прав Что Сталин Лепестки Только растут И растут Сталин Это бриллиант Сталин Это скорость Света Но вот Что я заметил Что я заметил В этом сочинении Что там что-то Про что-то Ангелоподобное Ангелоподобное Вот в этом сочинении Отсутствует Одна очень важная часть Такого рода Сочинения Должны Заканчиваться Обязательно Текстом Что вот Хочу В связи с вышесказанным Хочу обратить Ваше внимание На то Что гражданка 16-ти задовая Из квартир 58 Дома Такого-то Такого-то Использует Советские газеты С портретом Вождя Для сушки Своих Вонючих Валенок И Портреты Вождя При засовывании Газет В валенки Самым Безобразным Образом Сминаются Потому что Это не донос Это поэма Нет Это донос Но донос Может быть Сей поэтичным В том числе А почему опять Я не понимаю Вот я Понимаете Тут вот Сталин Нет Я не так спрошу Я знаю Как задать вам вопрос Но давно у меня Как-то в голове Крым Да Вот Так получилось Я не понимаю Как это так происходит Вот Сталин Это идеология Вот словом Сталин Один Им сразу Вот его даже Не надо Никак описывать Как идеология Потому что Все сразу понимают О каком Комплексе Представления Идет речь И даже Не обязательно Быть Великим Поэтом Александром Андреевичем Прохановым Для того Чтобы вот это Все художественно Изображать Всем совершенно понятно Например Путин Это тоже идеология Другая Там Неважно какая Не обсуждаем Сейчас Или я По крайней мере Сейчас Не это имею ввиду Но она тоже Каким-то одним словом Исчерпывается А например Вот Хрущев Это не идеология Нет Это тоже идеология Нам очень сложно Будет слово Идеология Приляпать К Даже Жаскарду Стэну Или К Современным Руководителям Западных Стран Или даже К Черчиллю Но практически К любому Авторитарному Правителю В России Это Или даже Не в России Хотя Хотя Например У Вот этого Милого Корейского Мальчика Толстоморденького За которого У них Нынче президент У него тоже В общем С идеологией Очень плохо Они пытаются Ее сконструировать А у нас Что Не человек Не Там Уже Все Модифицировалось Нет У нас Всегда В обязательном Порядке Возникает Идеология Но Вот здесь Давай я Отошлю Я просто Не вижу Ни малейшего смысла Пересказывать Свою Снопскую Статью Где С моей Точки Зрения Мне Ну Хотя бы Малую Часть Малую Часть В ответ На мой Вопрос Да Вот я Творческий Развиваю Отсылаю Поэтому К статье В Снобе Она Достаточно Свежа Это Все Это Весь Ответ Конечно Нет Не годится Ответ Не принимается Потому что Люди Которые Нас Сейчас Слушают Они Должны Читать Не умеют Сомневаюсь Черт Побери Они Должны Получить Ответ Немедленно Прямо Сейчас Я Полагаю Что Дело Здесь В том Что Сталин Большой Ученый И Сталин Изобретатель Сталин Существо Которое Изобрело Возможность Сказочно Удовлетворить Этот народ Учитывая Что У русских Есть Вот такая Непобедимая Потребность Унижать Друг Друг Но Очень Часто Унизить Друг Друг Остается Всего Лишь Мечтой По Разным Причинам Это Невозможно И Сталин Этой Русской Мечте Приделал Настоящие Крылья Он Показал Каким Образом Это Возможно Сделать Надо Всего Навсего Для того Чтобы Иметь Возможность Изгаляться Над Любым Человеком Надо Всего Навсего Занять Правильную Сторону И Демонстрировать Очень Дозированное Точное Холойство Ну и Плюс Не забывай Что Во многом Существованию Сталина В сегодняшнем Медийном Идеологическом Пространстве Мы Обязаны Этим Бесконечно Скулящим Интеллигентом Касых Мемориалами Свечечками Стишками Табличками На всяких местах Они Да пожалуйста Ты же меня спрашиваешь А не я тебя Извини Я задаю Молодящий вопрос А почему Собственно Нельзя Ставить Свечки Да можно Да можно Все прочее Сохраняйте Память Пожалуйста Ну как Это не в память О Сталине Это в память О тех Это в память О его жертв Понимаешь Нельзя закрывать Глаза на то Что люди Значительно Проще Сконструированы Чем вам хочется В ваших Интеллигентских Мечтах Да нет Но ты знаешь В некоторых Случа Которого Репрессировали Да и вычеркнулись А и вычеркнулись Вот с этой страсти К сохранению Своих дедушек Вы как-то Меня Раз от раза Все больше Умиляете А почему Вы репрессировали Девольц Своих дедушек Которые остались В неолите Почему Вы не вспоминаете Дедушек 12 века Или 8 век Тоже деды Большинство из нас Ничего не знают Про родного дедушку Который родился В каком-нибудь Там Я понимаю Но не забывайте Что когда вы Рассказываете Про этих дедушек У любого Сообразительного Человека Тут же поднимаются Над макушкой ушки Да и он ведь Все эти рассказы Про репрессии Воспринимает Не только В режиме Сочувствия К дедушкам Но и в режиме Понимания того Что массовое Унижение Друг друга В принципе возможно Надо просто Найти технологию И он И вот эти все истории Про Сталина И лагеря Работают в том числе И как методички Для репрессоров А репрессоры Тоже не дремлят Дорогая моя Ну и что И тогда И тогда как И тогда мы Не говорите об этом Это значит Это не позволяет Людям Придумывать все Что угодно И создавать Любые божественные Образы Ай-яй-яй Ай-яй-яй Да Но как мы видим Во-первых Во-первых Любые тиражи Архипелогов И прочих свечек Они не мешают Александру Андреевичу Проханову Вдруг значит Растечься Гигантской лужи Сияющих словес Достать книжку И сказать Извините Не малейшего Он сразу О Он сразу Начнет Он сразу Начнет Листать Так-так-так-так-так И мотать на ус А как же этих сволочей Это лучше всего По лагерям гнать А вот здесь Описано Лучше строим Колонны По семеро Безо всех Архипелагов Как гнать людей По лагерям Это наука Она и так Прекрасна Совершенно Развита Нет Не забывай Еще один Еще один Аффектный момент Да Видно что Понятно Понятно Что будет возмездие Да Вот возмездие За убийство Изнасилование Последнее слово Будет то Что потом Придут интеллигент Через 80 лет И приведут Какие-то таблички Ой Ну опять у нас три Ладно Мы делаем перерыв На несколько минут Продолжаем программу Особое мнение С Особое мнение Особое мнение Особое мнение Мы продолжаем программу Особое мнение Из студии Бюро их и Москвы В Санкт-Петербурге Микрофон Ольга Бычкова С особым мнением Александр Невзоров А как вам эта прекрасная история Просто Просто Бесконечно трогательная Про то Как здесь же под Питером В Агалатове Открыли местные казаки Во-первых Прекрасно уже Местные казаки В Санкт-Петербурге Отлично Бюст Путина Уже хорошо Еще лучше В образе Римского императора Но самая трогательная Деталь Была В том Как мне кажется Что Он хоть и римский император Но без этого Лаврового венка Потому что Вот это Не по-русски Да Но я думаю Что Вот если казаки Дисциплинированная публика Но они правда Не очень дисциплинированная публика Я думаю Что они вот так Вот должны Где-то выстроиться И совершенно Синхронно Наложить Станы Потому что Бюст Путину Вышел Очень злобный Карикатурный Владимир Владимирович Потому что Там изображено Какое-то Адутловатое Широкомордае Существо Совершенно Не имеющее Никаких Никаких Сходств С Владимиром Владимировичем Смутным Взглядом Да и вдобавок В одежде Такого Римского Римского Развратника Потому что Сказать что это Императорское То или не императорское Ну вот Так изображали Гальбу Так изображали Не-не-не Там Там что-то 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 напоминающее Немножко смирительную рубашку Вообще Честно говоря И я думаю Что Нет Это не наивное искусство Это гнусный поклёб Это гнусный поклёб И я думаю Что настоящие путинисты Должны заявить Об своих оскорблённых чувствах Ну если Например Люди оскорбляются Слава Богу Это Следственный комитет От И это тоже Это 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 история с твёрком Ну в общем Ну потому что Это русский народный танец В реальности Это Это танец Которым демонстрируется Отношение К начальству Конечно Готовность Готовность Приведения Этой части тела В немедленное действие Это просто У нас Сидно Есть государственный гимн Но нет государственного Танца Но теперь Можно сказать Что есть Там опять Каких-то несчастных Барышень Тут читаю я Заловили Заловили в голом виде На фоне Очередной Очередной Очередного Мемориала Ой Так они же Раздраконили Молодежь Я думаю Каждый месяц Мы будем Получать Самые веселые Картинки Со всех Имеющихся Так называемых Военных Мемориалов Потому что Теперь Ну это Просто как-то Уже даже Стыдно Не отметиться В этом качестве Конечно Конечно Но они же Очень тупые Они же Вот умеют Так вот Солдафуничать И совершенно Не понимают К чему это Может привести Они же Не озорники То есть Они не знают Скажем так Уклада Озорников Ну то есть С чувством юмора У них не очень Хорошо Обстает Да Кстати Вас спрашивали Про то В какой Высшей партийной Школе Вы обучились Вашим Публицистическим Приемчиком Ой Это было замечательно В основном У меня много Приемчиков И они все Работают Ну вот Для примера Я помню Что когда я был Совсем мальчишкой Там где-то Лет 8-7-10 Было такое Поселение Под Петербургом Поповка Где можно было Накопать В любом количестве Там Тротила Патронов Там шли бои И Я тогда Выкапывал Судя по всему От авиационного Крупнокалиберного Пулемета Патрона И на Петроградской Стороне Здесь Надо было В определенный день Забраться на крышу В банях Были мужские Женские Дни И вот В определенный день Ты забираешься На крышу И в трубу Зная точно Что эта труба Ведет В порно Сбрасываешь Это тяжелый Крупнокалиберный Авиационный Авиационный Патрон Немецкий Там Раздавался Грохот Печка Вздрагивала Валил черный дым И на улицу Выскакивало Невероятное Количество Визжащих Голых Женщин Я это Запомнил И этот Прием В публицистике Использую Очень часто И очень Успешно Это прием Режиссуры Нет Это я помню Публицистика Режиссуры Недалеко Друг от друга Тут спрашивают Хочу успеть Задать этот вопрос Тут много Говорят Слушатели Наши О разных Достижениях Спортивных Научных И в том числе Был вопрос По поводу Вот этих Научных Публикаций Научных Журналов И подписку На них Которых Теперь По Финансовым Соображениям Будут Лишены Российские Вузы И научные Институты На подписку Которые Издаются Международной Компанией Шпрингер Да и пофигу Пропрос был о том Что Это катастрофа Да никакая Это не катастрофа Потому что Поверь мне Современная Русская наука Является Такой Батафорией И Ну Это не касается Там Предположим Физики Геологии Астрономии Но Все остальное Это настолько Смехотворно И настолько Никому не нужно Что Есть у них Эти западные Журналы Нет у них Этих западных Журналов Они же В основном Ну вот я Мне много Приходится читать Если могу сказать Что современная Русская биология Современная Русская антропология Это же по сути Такой же Коллективный Петрик Да И Ведь В Петрик Тогда Почему Вцепились Не потому что Он что-то пытался Изобретать Потому что Он требовал Наших денег На свои изобретения Так бы Хрен себе Изобретает Ты все что хочешь Хоть машину времени Да Но он же требовал Чтобы ему это Оплачивали Да Так вот правильно Но эти ребята Тоже живут За наш счет Но на самом деле Столь же бесплодные Как и Петрик И плюс еще Берутся Совсем не за свое дело Когда пытаются Писать какие-то книжки Ну а какие-то бесплодные А какие-то не бесплодные Ой Начали пытаться Окончательно бесплодные Ты знаешь Если Вот Совсем Как-то отдаляться Во-первых Во-первых Не жалко А во-вторых Ты знаешь Вот Тот кто хочет Он прорастет Сквозь любой асфальт Тот кто хочет Он Вырвет зубами Эти публикации Тот кому Это действительно надо А поскольку У нас Это надо Не является Доминантным Это просто Некая Бессмысленно И беспощадно Повторяющаяся Опция Которая Наваливается На этих студентов Которые совершенно Этого не Аспирантов И докторантов Которые этого Совершенно Не ценят И не понимают Вот пусть у них Немножечко тоже Пройдет Их коснется Естественно Отбор Когда они поймут Что Очень многие Дают Пока Если бы Прошел нормальный Естественный отбор Мы бы имели Ну по крайней мере Популярную Литературу Научную Да О том Видим Бродят Какие-то Бледные Такие тени Докинза Потому что Ребята писать Не умеют Когда берутся За что-то Докинза Может быть По Просто Другому Пути Нет Те кто Хотели Чего-то Добиться И могли Что-то Предложить Они просто Взяли И уехали Это да Конечно И это Прекрасный Вариант Они приняли Абсолютно Правильное Решение Да Конечно Ну точно так же Как Ну не знаю Ну кому в голову Придет Быть советским Актером Или русским Актером Если ты Действительно Видишь в этом Смысл Своей жизни Вот как я Нагееву умолял В свое время Блистательный Ведь актер Я говорю Дима Хоть с фанерным Чемоданом Сваливай Уезжай Действительно Фактура Тогда На тот момент Блистательные Актерские Возможности У него Нет У нас нет Киноиндустрии Нет Выучить Английский Язык Это задача Для идиота Да Это Это очень Легко Это удалось Даже Не знаю Там Юлу Бринеру В свое время Хотя Юлу Бринеру Был сильный Не идиотом Но просто Очень хотел И конечно Там где Есть настоящая Киноиндустрия Где эти Способности Были бы Востребованы Туда с этим И надо ехать Че удивляться Ну да Ну Потом Вернут Как полотка Обратно Но это Другая история Нет Ну Чего ты Сравниваешь Какого-то Бузилу Кудрявого С талантливыми людьми Ну Не очень Ну У меня есть Другой пример Другой вопрос И другой сюжет Который Тоже хотел Успеть спросить Про Еще одного человека Который Когда-то уехал Вернее Уехала его семья И все Закончилось Очень плохо Джохар Джохар Царнаев И его Смертный приговор А я даже Не знаю Про это Вообще Ничего Меня спрашивают Который взорвал Бостонский марафон А я даже Ты же знаешь Я политикой интересуюсь Только вот Когда ты меня Просил Саша Посмотри Что-нибудь Завтра к эфиру Да Я честно Пошу Тамару Распечатать Мне что-нибудь Завтра к эфиру Да А поскольку Мне никто Не говорил Про это Человек Другой История Другая Человеку 19 лет Было Когда вот Он как-то Поддался На агитацию Своего старшего брата Который погиб Во время Этого Не теракта А операции Захвата Дальше И то есть Какой-то совершенно Дурацкий мальчишка Вот дурацкий просто И мы понимаем Что такое 19 лет И даже больше И теперь Все заканчивается Тем Что ну да Он там Действительно Да Подносил Эту кастрюлю Из которой Была сделана Бомба И действительно Погибли люди И очень многие Пострадали Это ужасно Но как-то Вот у меня Что-то не сходится В этой истории Оль Вот то что называется Не занимался Не исследовал Не могу тебе Ничего вразумительного По этому поводу сказать Потому что Просто так брякнуть Или атакнуть Ну как-то мы с тобой уже Взрослые мальчики и девочки Смертной казни Нет в принципе Варьируемо Варьируемо И порой Необходимо Совершенно Порой Порой В общем Это самое разумное Что может быть И самое справедливое Почему это? Ну потому что Потому что Когда мы Имеем безупречную Доказательную базу Преступление Которое Чудовищное По всем По всем Законам И параметрам Ну вот как в этом случае Например Ну в данном Все на виду Ну так Да Вероятно Да Справедливо Конечно Нормально Да Точно так же Как это было Это всегда Выглядит чудовищно И звучит чудовищно Но это точно так же Справедливо Как отношения Николая Второго Другой Семья была Не при делах Но человек Который убил На улицах Своего города 350 Человек с залповым Огнем Он и должен Рано или поздно Оказаться В подвале Какого-нибудь Сепатистского дома По всем параметрам Да Вот так взять И убить 300 каких-то Старушек Пролетариев С иконками Которые идут к тебе Вот нельзя их расстрелять И не ответить за это Александр Невзоров В программе Особое мнение Спасибо вам большое Большое пожалуйста